дорогие друзья добрый день я арон арье снова здравствуйте вот у нас подошли к концу самые самый значимый праздник этого года йом кипур и что в новый год мы идем снова печатью с новыми достижениями с новыми успехами и вы знаете я хотел бы немножко поделиться сейчас о предстоящем празднике сукот насколько важную роль он сыграл в жизни грецкого народа насколько папа нас защищал под небесами давая нам многое что нам надо всегда ценить вы знаете так повелось то что в преддверии сукота после йом кипура хорошо всегда посидеть суке покушать подумать вспомнить на генетическом уровне что нам дано что у нас было что мы видели что наши души стояли когда мы принимали тору это важно а вот перед йом кипуром у меня было событие я возвращался возвращался после шабуха к сожалению это было не то что мы оба искали девушка хорошая все супер остались друзьями это радует но когда я возвращался я увидел по дороге инвалида на коляске поднимающийся в горку подъема я остановился спросил чем помочь все я понимаю у инвалида серьезное заболевание что-то вроде ДЦП он плохо говорит это была проблема то что у него коляска и там колесо надо поменять какую-то деталь было я ему сказал что не вопрос я тебе постараюсь помочь хочешь я тебя что нужно он сказал что он едет в сервис купить какую-то деталь которую ему сказали я сказал не вопрос я тебе найму такси тебя туда довезут но как ты дальше будешь в итоге мы нашли путь решения нашли еще одного хорошего человека и тот согласился тоже поучаствовать в итоге общими усилиями как я понимаю мы нашли пути решения но знаете это как знак сигнал был я вот думаю Ашен спасибо тебе большое за то что ты мне дал за то что у меня есть за то что я такой как каким ты меня создал ты мне ты мне столько много дал дал мне замечательное окружение замечательную семью замечательных людей рядом спасибо я взял поднял голову и сказал спасибо спасибо что у меня это есть да я опоздал на встречу потом к нотариусу немножко но тем не менее пути решения были найдены и это знаете знаки которые нам надо правильно воспринимать и благодарить творца это важно а сам праздник суккот это с одной стороны напоминание о том что нас берегли небеса хорошее выражение не столько евреи берегли в шаббат сколько шаббат берег евреев здесь наверное тоже отношение напоминание вот и то же самое время сука это уравнивание когда богатый еврей сидит с небогатым евреем вместе в одном месте принимают одну и ту же еду и понимают что мы все единый народ ведь часто так бывает что дети сильных людей я они часто не своих отцов либо не своих родственников если мазали был у родственников ту и дети могут не иметь мазали но нам надо понимать что это наши братья нам надо понимать что им надо помочь и нам надо понимать что каждому из наших братьев надо помочь можем их воткнуть куда-то дать им работу хорошо можно помочь состояться еще хорошо можем им помочь состояться грамотными управленцами. У них есть потенциал, которым мы можем еще это раскрыть как-то. Это вдвойне хорошо. И хорошо, чтобы каждый из нас это помнил. И те, кому помогают, тоже помнили. Чувство благодарности никто никогда не отменял. Это очень важное чувство. Ягуди. И хорошо нам еще подумать, кого мы обидели во время нахождения Псуке, Псукот. Как мы можем это исправить? Как мы можем прийти и сказать, извини. Я был неправ. Еще раз. Был Йом-Кипур, перед ним надо было сделать. Ну и во время Суккота это тоже можно сделать. Тем более, все равны, все в одном месте мы находимся. И то же самое по отношению к другим народам. Мы должны посмотреть, а вдруг кто-то из нас обидел кого-то, представителя другого народа. И тот представитель думает, что мы все плохие. Это тоже неправильно. Нам надо как-то вникнуть в ситуацию. Показать, что мы несем добро. Показать любовь какую-то. Исправить. Исправить ситуацию любовью. Любовью исправлять. Любовью примерять другое общество. Показать, что мы можем дружить. Мы можем быть партнерами. Мы можем развиваться вместе и идти дальше. Пожалуйста. Израиль. Израиль. Объединенные Арабские Эмираты. Какой огромный прорыв был сделан в дипломатии. Это надо дать должное. Это великое сравнение. Если у нас получится изменить все любовью, то это будет великолепно. Если же это Амалек, тогда нам надо поступать как нам предписано. Знаете, у меня в какой-то момент был определенный проект и я сказал своему учителю «Рэбэ, вы понимаете, что если я состоюсь в этом проекте, я за счет Закис могу создать Ешиву». Он сказал мне одну важную вещь. «Мальчик мой, запомни, Ешива и без тебя может построиться. Я хочу, чтобы ты был счастлив». Вы знаете, это как отец с сыном. Это слова отца, которые он может дать сыну. и я понял, что это мой отец. Не генетически духовный отец. Мы с ним связаны, переплетены в один большой узел. И это так важно иметь близкое окружение, такое близкое окружение, которое всегда за тебя горою стоит. Это надо ценить и надо сказать тоже спасибо, что такое есть, спасибо, что есть семья, что есть друзья. Спасибо за все. Шэм, тот гроба. Знаете, у меня во время сука-то такая небольшая стих родился. Я желаю вам орава такого, кто надежный и нужный вам час произнес настоящее слово, что спасителем будет для вас. Я хочу, чтобы в доме звучали детский гул и гром голосов. На кедуш наполнялся бокал, чтобы счастья друг другу желали, то, что я вам сейчас пожелал. И вы знаете, сейчас на данной платформе икра друзья мои, у вас есть такие учителя, от себя добавлю. Они многие, многие замечательные, все супер, я думаю, все замечательные. Вот от себя я хотел бы добавить на кого просто стоит обращать вам внимание и концентрироваться на их уроках. Это Рафмейер Левин, это Эраст Иосифович Матаев, великолепный человек, это господин Рабинович, это Кладезь Мудрости, я слушаю и восхищаюсь. Спасибо вам, спасибо вам, Рэп. Это Алекс Артовский, замечательный человек, замечательный Раф, тоже советую вам прям слушать и смотреть и наполняться их мудростью. И вы знаете, в преддверии я хотел бы сказать завершение. Несколько фраз. Если ученик готов, появится и учитель. Если к счастью готов, появится и оно. Если кто готов, появится и Машир. Это великолепные слова. И еще есть книжка Дере Херетс, пару фраз из которой я хотел бы вам зачитать, они волшебны и во время Сукота, по моему мнению, они просто необходимы. Честью товарища дорожи, как своей собственной. Цени каждого человека и не льсти ради выгоды ни тому, кто тебя накормит, ни тому, кто тебя напоит, ни тому, кто тебя оденет, ни тому, кто тебя укроет. Это важные, важные слова. Всем хорошего праздника, сукот, друзья мои, шалом, шалом.